если посмотреть как бы глобально на это это побыть в роли бога как будто я могу спасти могу что-то сделать мне не повезло в жизни я кого-то хочу спасти часто эти люди вот так поступает это некая смотрите не пережитое чувство доверия любви принятие что они делают вот мне не повезло я кому-то способ часто вот любой психолог он на этом скажет что 90 процентов людей которые работают психологической сфере это люди с бывшими травмами с одной стороны это правильно потому что человек который пережил какую-то боль и изменился он может помочь по-настоящему другим но так или иначе это вот часто людей приводит психологии вот это своя какая-то неполноценность и что они делают они пытаются вот кого-то сделать счастливым как не знаю там маме в жизни не повезло и что она делает она пытается это счастье отыграть на своих детях нет была женщина консультации дочка не хочет ходить там на танцы она просто со слезами хотя она у него получается на делу и потом когда мама спросил а зачем она говорит ну как она должна же танцевать ягода ты спрашивала что она хочет она ведь нет я же вижу как мама она хочет танцевать и потом когда она этот вопрос себе задала а ты чего в детстве себе не позволил она к своему удивлению обнаруживает она все детство хотела танцевать и запрещали и вдруг она понимает что это ее потребность от танцевать как будто я пытаюсь это вот на дочери возместить и потом когда мы с ней встретились по прошествии времени наград я дочери разрешила не танцевать она такая счастлива была на обняла мне зашли говорит мама спасибо тебе я дочка что ты хочешь на петь хочу я хочу играть на музыкальных инструментах и она позволила это сделать и дочка просто заметил видеть вот роль спасать я как будто пытаюсь то прожить они прожитое счастье взять чью-то боль сказать я переживу все это за тебя у нас нет этих сил нет этих возможностей пережить чью-то боль если мы даже свою боль не смогли пережить опыт у человека появляется опыт как вот если это да знаменитая программа 12 шагов который помогает избавиться от всяких зави от любой зависимости алкоголической это наркотической разных зависимости и там работают люди которые сами прошли этот путь более того эта программа она устроена так что на каком-то шаге уже ближе там концу ты сам начинаешь помогать другим преодолев какие-то вот в себе слабости трудности и в этот момент ты как бы у тебя появляется сила вера появляется потому что я говорю это не просто слова могу привести пример нас когда мы учились нам йогу преподавал учитель йоги звали александр и он когда начал преподавать его скал я бывший инвалид врачи мне сказали я не буду ходить я не буду полноценно и с помощью йоги йоги айнгара я стал полноценным человеком более того я стал учителем йоги он получил квалификацию не просто я вот вылечился я стал учителем а это намного сложнее квалификации то есть там нужно идеально показывать эти ас или пришел красивый здоровый парень который у него тело здоровое просто тук тук сделал какому учителю пошли бы учиться на к учителю который действительно знает что такое боль знает как исцелиться не просто шоу устроить а помочь увидеть и это честно и когда вам более он горит я знаю сейчас больно но ты должен не напрягаться должен здесь научиться расслабляться в этой позе тогда будет эффект вот насколько насколько ты можешь сейчас сделал тогда это становится не давлением это становится не учительством это становится откровение вот людей учит откровение когда кто-то это откровение пережила как будто делится с этим откровением тогда это входит в сердце него потому что если вы учитесь у кого-то просто информация вы будете умными, но не проживете это откровение.